Хорошо, давайте возвращаться к задаче. На чем мы остановились? Мы остановились в том, что мы доказывали, что угол между объектами сохраняется. Кто-то хочет рассказать? Окей, тогда я расскажу. Собственно, что у нас есть? У нас есть какая-то окружность. Давайте посмотрим на… Давайте сначала докажем, что угол между прямыми сохраняется. То есть у нас прямые перейдут в какие-то две окружности, и угол между ними будет тот же. Вот у нас есть какие-то две прямые. Вот у нас есть центр-мерк ситочком. И вот окружности, в которые перешли наши прямые. Вот какие-то две окружности. Пускай эта прямая там соответствует вот этой окружности. А вот эта прямая соответствует осташейся окружности. Вот. Давайте посмотрим на такую штуку. Что значит угол между этими двумя окружностями? Угол между этими окружностями – это угол между касательными. Пройдем одну касательную, касательную первой окружности. Давайте пускай это будет зеленая окружность. А вторая будет синяя окружность. Соответственно, зеленая прямая… Нет, не это зеленая прямая. Зеленая прямая пришла в зеленую окружность. Синяя прямая пришла в синюю окружность. Вот. Еще у нас есть синяя окружность, и вот пройдем касательную к ней. Угол между этими окружностями равен углу между касательными. Что можно сказать про касательные? Знаем, что вот этот центр инверсии, вот эта вот прямая, которая перешла в эту окружность синюю. Тогда проведем диаметр. Что мы знаем про этот диаметр и его соотношение с вот этой прямой? У нас есть прямая, у нас есть центр инверсии и окружность, которую перешел центр инверсии. Что можно сказать про диаметры, которые проходят через центр инверсии? Можно? Да. Ну, он будет перпендикулярен и к касательной, и к прямой. То есть прямая и касательная будут перпендикулярны. Аналогично для второй прямой. То есть он будет сохраняется. Он перпендикулярный прямой, ну, как минимум, у соображений симметрии. То, что у нас относительно вот этой прямой, должно быть все симметрично, относительно центра. У нас окружность симметрична, значит прямая тоже должна быть симметрична. Вот, значит, соответственно, тут прямой угол. Так как это диаметр, то есть проходит через центр, тут тоже прямой угол, так как это касательный. Получается, что это синяя прямая параллельно с синей касательной. Ну и, соответственно, зеленая прямая параллельно с зеленой касательной. Но если это две параллельные прямые, если это две пары параллельных прямых, то значит, углы между ними соответственно равны. Значит, получается, мы доказали, что угол между двумя прямыми сохраняется. Когда прямые приходят в окружность, и угол между ними такой же, как между прямыми. Хорошо, почему нам этого достаточно? Потому что давайте теперь смотреть на соотношение между… Если у нас две прямые, которые проходят через центры симметрии, обе проходят через центры симметрии, пересекаются в смысле с центры симметрии, то, собственно, с этим тоже все понятно. Они вообще перешли сами в себя, соответственно, угол между ними не поменялся. Что у нас происходит, если у нас хотя бы, например, одна прямая проходит через центры симметрии, а другая – это окружность. А другая прямая не проходит. Соответственно, у нас первая прямая, которая синяя, она перейдет сама в себя. Зеленая прямая перейдет в какую-то окружность, которая проходит через центры симметрии. Опять же, как мы уже раньше доказали, получается, что все равно вот эта касательная в точке О будет параллельно зеленой прямой, и, значит, углы, соответственно, сохранятся. То есть со случаем, когда у нас две прямые, и после, когда у нас две прямые, мы разобрались. Почему тогда мы разобрались со всеми остальными случаями? Потому что посмотрим на случай, если у нас, например, две окружности. Или окружность прямая, на самом деле все равно. Вот у нас есть эта окружность, и она перейдет в какую-то другую окружность. И вот у нас есть вторая окружность. Салатовая и зеленая. Как мы определяем угол между этими окружностями? Мы проводим общую касательную. Салатовая к салатовой окружности, зеленая к зеленой окружности. Вот. То есть мы провели общую касательную. И теперь говорим, что угол между прямыми – это угол между вот этими касателями. Между окружностями – это угол между этими касателями. Надо показать, что он сохраняется. Давайте смотреть, куда перейдут эти две окружности. Зеленая окружность перешла в маленькую зеленую окружность. Я просто буду рисовать другого размера, чтобы было понятно, где я какую имею в виду. Вот. И там салатовая окружность перешла в маленькую салатовую окружность. Что произошло с их касательными? Их касательные, не проходящие через центр инверсии, перешли в окружности. То есть салатовая касательная перешла в салатовую окружность, которая проходит через О и касается салатовой окружности. Это и зарисованной салатовой окружности. Что произошло с зеленой касательной? Зеленая касательная перешла в зеленую окружность, которая проходит через центр инверсии и касается зеленой зарисованной окружности. Ну, собственно, касается потому, что касание сохраняется, проходит через центр инверсии, потому что это была прямая, которая не проходит. Вот. Чему теперь равен угол между нашими двумя зарисованными окружностями? Сейчас. И вот эти вот все четыре окружности проходят через одну и ту же точку. Собственно, по той причине, что эта точка – это образ вот этой вот точки. То есть они все четыре пересекаются в одной точке. Причем зеленая касается зеленой зарисованной в этой точке, салатовая касается салатовой зарисованной в этой точке. Не знаю, с рисунка не очень похожа. Сейчас подвину. Вот. И салатовая касается салатовой зарисованной в этой точке. Тогда что получается? Что угол между двумя зарисованными окружностями – это угол между их касательными в этой точке. Но касательная в этой точке – общая для зарисованной и незарисованной салатовых окружностей и общая для зарисованной и незарисованной зеленой окружности. Потому что эти окружности касаются этой точки. Значит, вот этот угол между этими двумя окружностями он такой же, как угол между вот этими двумя окружностями. А угол между этими двумя окружностями такой же, как угол между этими двумя прямыми. Это то, что мы доказали в прошлом книгте, по сути. Не incorrectly будет, а просто только что. То, что прямые переходят в окружности с тем же углом. Вот, значит, угол между этими окружностями такой же, как и между этими окружностями, значит, такой же, как между этими прямыми, значит, такой же, как между этими окружностями по определению. В случае, когда у нас одна прямая и одна окружность или там что-то проходит через энтрасимметрию, что-то не проходит через энтрасимметрию, делаются абсолютно так же. Все идейная часть у них вот эта вот общая. Если кому-то что-то не совсем понятно, как делаются другие, можем разобрать сейчас остальные пункты. Надо разбирать остальные случаи, или понятно? Окей, это значит, что вам всем понятно, или значит, что никому непонятно? Окей, спасибо, Лиза, ответила за всех. Окей, хорошо. Если что, можете писать в чате или говорить, и вернемся, что-то разберем, что надо. Собственно, понятно, почему угол между объектами сохраняется? Поднимите руку, кому понятно. Получается, половина. Окей, какую часть надо повторить? Симметричная точка. Можете написать в чате, какую часть, и я повторю. Окей. Хорошо. Дотычная вроде понятна. Спасибо, дотычная. Тогда замечательно. Тогда мы закончили с... Получается, что мы закончили с задачей 4. У нас осталась задача 5 и задачи 6, 7, 8. Что вам сказать? Давайте так. Давайте задачу 1, 5. Вам оставляем для самостоятельного решения. Собственно, если что, задача 1, 5 делается полностью через задачу 1, 4. А про ортогональную окружность к окружности инверсии. Делается, ну, по сути, точно так же, если что. Я могу кинуть... Нет, по-моему, я не оформляла решение к этому. Ну, хорошо, если что, пишите, я расскажу решение. 1, 5 вам на дом остается. Давайте сейчас сделаем сдачу 1, 7. Потом сделаем перерыв и перейдем к полюсам поляр. Окей? Сейчас. А можно тогда будет потом подсказку по 1, 16? Да. 1, 6 или 1, 16? Нет, 1, 16. 1, 16. Хорошо. Спасибо. Кать, ты просто, наверное, условия 1, 16 не рассказала нормально. То есть рисунок его. 1, 16? Проблема в том, что непонятно, как получается такой рисунок. Это та, которая про точки... Сейчас. Напомни, пожалуйста, про что 1, 16. Ну, типа, две окружности... Ну, касаются другой окружности в точках C и D. А, хорошо. Я остановлюсь, спасибо. Так, короче, по 1, 16 там действительно оно получается только с определенным рисунком. Собственно, рисунок, примерный рисунок, с которым оно работает, это... Ну, в какой-то такой условии. Это где-то вот такой рисунок. У нас вот такая ситуация. И, соответственно, тогда плюс-минус похоже, что... Ну, окей, спасибо. Так явно лучше. Вот, короче, это к 1, 16 рисунок, если что. Плюс-минус. Примерно так будет рисунок 1, 16. Задача 1, 7. Докурсности касаются двух сетей. Доказать, что точки касания лежат на одной конусе. Вот у нас есть вот такие штуки. Доказать, что точки касания лежат на одной конусе. Доказать, что мотивку. Доказать, что точки касания лежат на одной конусе. Хорошо, тогда полминут. Вот. Давайте подождем несколько минут, порешаем. И потом поспрем на встречу. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Третья и четвертая окружности переходят в окружности, потому что это окружности, которые не проходят через центр инверсии. Причем они переходят в окружности, которая третья касается второй. То есть третья какая-то вот такая вот. А четвертая касается первой и третьей. То есть какая-то вот такая. Что у нас происходит с желтыми точками? Это точки касания. То есть это вот эта точка касания. Это вот эта точка касания. Это вот эта точка касания. Это точка О, центра инверсии которой. Если раньше это была окружность, то желтая окружность должна была перейти в прямую, которая не проходит через центр инверсии. То есть теперь нам необходимо достаточно доказать, что вот эти три точки, желтые, лежат на одной прямой. Ну, это уже можно доказать как угодно, например, вот так. Проведем общую касательную к этим двум окружностям. Так как наши прямые параллельны, то вот эти углы равны. Так как эта точка, из нее две касательные, то вот эти два угла равны, и они оба равны 90-мин. Минус половина этого угла. Точно так же с этой стороны. Эти оба угла равны 90-минус половина этого угла. Все, супер. Значит, вот эти углы вертикальные, по сценированным, и вот эта прямая. Значит, желтая – это тоже прямая. Вот, и то, что желтая – это прямая, это и значит, что до этого она была окружностью, которая проходила через центр инверсии. Значит, наши четыре точки лежат на одной окружности. Эта сдача понятна? Есть вопросы? Понятно, что куда перешло и почему? Окей, будем считать, что понятно. Хорошо, спасибо. Хорошо, тогда давайте сделаем перерыв 10 минут и вернемся уже к полисополярам. Да. Вот, собственно, теперь возвращаемся к полисополярам. Версия ставит каждой точке в соответствии какую-то другую точку и в каком-то смысле выворачивает в плоскость. То есть, типа, все, что вне окружности, запихивает в окружность, все, что внутри окружности, запихивает наружу. Вот. И в инверсии нам, по большому счету, не очень важен радиус окружности. То есть, то, как у нас в целом будет выглядеть вся картинка, зависит больше от того, проходит ли точка, там, прямая ли окружность через центр инверсии или нет. От радиуса инверсии общая картинка особо не зависит. Только масштабы какие-то. В полисополярах нам уже важнее наличие конкретной прямой, конкретной окружности и так далее, потому что мы обычно разговариваем про какие-то прямые полисы и поляры, которые между собой как-то соотносятся, и нам всегда важно, чтобы это было относительно какой-то конкретной прямой окружности. Собственно, полисополярное преобразование происходит по такому принципу. Каждой точке мы ставим в соответствие прямую, каждой прямой ставим в соответствие точку. Точка А, и ей в соответствии стоит какая-то прямая А маленькая. Как мы находим эту прямую? Мы берем точку А, находим ей инверсную точку А' и проводим перпендикулярную к ОА прямую А маленькая. Вот. Вот эта вот прямая, которая проходит через точку А', это поляра точки А. Точка А – это полюс прямой А маленькая. Ну и, соответственно, получается, точки А ставим в соответствии прямую, а прямой А ставим в соответствии точку А. Это называется полисополярное преобразование, и у него есть замечательные свойства. Первое замечательное свойство – это то, то, что точка А принадлежит прямой Б тогда и только тогда, когда поляра А содержит полюс Б. То есть вот у нас есть точка А, и ее поляра А маленькая, вот у нас есть точка Б, и ее поляра Б маленькая. Утралазет. Наверное, неправильно. Вот так нарисуем. Сейчас, вот тут пускай где-то точка Б. Опять же, если точка Б находится внутри окружности, а не наружу, мы работаем по тому же принципу. Мы все еще находим инверсную точку и поводим перпендикуляр к ОБ. Получается вот такая вот поляра. Так вот, свойство полюса поляр – то, что точка А лежит на поляре точки Б, тогда и только тогда, когда точка Б лежит на поляре точки А. Доказываем это свойство. Кто знает, поднимайте руку. Окей, давайте образ. Расскажи нам, пожалуйста, почему А лежит на прямой Б тогда и только тогда, когда Б лежит на прямой А. Ну, четырехкутник Б, Б'А, А' вписанный. Ну, почему? Тому, что ОБ помножить на ОБ штрих дорівнює ОА помножить на ОА штрих. Ну, мы знаем, ну, нам дано в умове або те, що ОБ штрих А дорівнює 90, або те, що ОА штрих Б дорівнює 90. Ну, насправді нам все одно, бо це просто протилежні кути у вписаному чотирикутнику, значить, якщо один з них рівень 90, то і інший теж. А це рівносильно тому, що точка Б або точка А лежить на кулярі. Добре. Супер. Дякую, Поліна. Дійсно, у нас це рівносильні умови, тому що якщо ці чотири точки на одному колі, якщо тут прямой кут, то тут теж. Супер. Тепер наступне властивість – це те, що якщо у нас з точки А повести дві дотичні до кола, з точки А повести дві дотичні до кола, то пряма що з'єднує точки дотику і буде полярою А. Так само, хто знає, піднімає труку. Так. Дотична. Раскажи нам, будь ласка, що цепляр. Дотична. З доказанной властивости у нас, ну, понятно, що ОА буде параллельно НН. У нас перпендикуляр от НКОА буде перпендикуляр от НКОА у нас буде і є інверсійна точка КА. Ну, значит, этот перпендикуляр МН і буде полярним. Да, спасибо. То, що ця точка – це точка, яка інверсна точці А, у нас було де-то в упражненнях к інверсії. Ну, на всякий случай напомню, то, що якщо ми проведемо то, то получимо два подобних треугольника, значит, вот це на вот це це рівняється ОМ квадрат, а ОМ квадрат – це і є радіус квадрат. Хорошо. Следуючий пункт – це то же самое, що пункт… А я не знаю, з чим нам троється, такой же пункт. Три точки лежат на одной прямій, тогда і тільки тоді, коли їх полярі пересекаються в одній точці. Це насправді дуже важливий пункт, тому що зараз решаємо, і, хто знає, піднімайте руху. Це в хову складування в тетраді. Так. Вопрос. При проективних преобразованиях отношения же сохраняются, правильно? Или нет? Какі отношения? Отрезков. Нет. При Афинке сохраняются отношения отрезков на параллельних прямых, при проективці – нет. Обидно. Ладно. При проективці сохраняются только два мета. Дитер, а куди там проективку селось запихнути? Ну, тут не то, чтобы запихнути. У мене просто… Щас. Короче, я хотів придумати красиве рішення 1.14. Ну, типа, понял? Точку P. Ми ж знаємо, що ми любую точку внутри окружності можем, типа, перевести… Ну, типа, перевести эту окружність так, щоб окружність стала центром в этой точці P. Типа, якщо б сохранялись отношения, то, типа, ну, то, що там надо було доказати, було б очевидним. Типа, ну, я думал, що оно красиво сойдеться, але оно не сошлось. Так, 1.14, ще раз, да? Ну, да, ну, типа, понял? Знаеш этот факт, что, типа… Да, знаю, но у нас же там все окружности. Это имею в виду… Ну, да, да. Я только не знаю, при том переводе, который мы там используем, сохраняются, типа, отношения или нет? Ну, по-моему, нет. Там даже окружности не остаются окружностями. А? Там даже окружности не остаются окружностями. Они в какие-то эллипсы могут прийти. Ну, справедливо. Можешь сохранять одну окружность, а остальные придут какие-то эллипсы. Вот. Настояния там точно не сохраняются при этом. Ну, ладно. Ну, в смысле, как у тебя могут сохраняться расстояния, если ты в центр окружности поставил что хочешь? Вот. Ну, собственно, да. Хорошо. У кого подняты руки, это вы знаете задачу вот этого, да? Что три точки на одной прямой только тогда, когда их поляры пересекаются в одной точке. Забыл упустит. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Окей. Мне бы очень хотелось, чтобы вы еще успели чуть-чуть подумать над задачами. Поэтому давайте вот это разберем и двинемся дальше. Вот. Ну, собственно, давайте посмотрим на вот эти вот три прямые. Мы знаем, что три прямые пересекаются в одной точке. Нам надо доказать, что три полюса лежат на одной прямой. Давайте посмотрим на эту точку. Точка X. Давайте посмотрим на поляру точки X. Теперь смотрим на три наши прямые. A, B, C. У нас точка A, прямая A, проходит через точку X. По прошлому пункту мы знаем, что тогда поляра точки X проходит через полюс точки A. Значит, полюс прямой A лежит где-то на прямой X. Смотрим на B. Прямая B проходит через точку X. Значит, полюс B лежит на поляре X. Значит, точка B тоже где-то на прямой X. Смотрим на C. Прямая C проходит через точку X. Значит, полюс C лежит на поляре X. Значит, точка C тоже где-то на этой прямой. Ну, вот супер, у нас точки A, B и C все три лежат на прямой X. Значит, они лежат на одной прямой. В обратную сторону точно так же. Вот у нас есть три точки на одной прямой. Значит, если А лежит на прямой Х, то тогда поляра А проходит через полюс Х. Вот какая-то. То есть также поляра В, а также поляра С. Соответственно, три поляра пересекаются в точке Х. То есть в полюсе прямой Х. Понятная задача? Есть какие-то вопросы по теоретической части полюса поляров? Окей. Если вопросов нет, то давайте к теореме Паскаля и Прианшона. Кто знает теоремы Паскаля и Прианшона? Обе. Просто формулировки. Замечательно. Сметричная точка. Расскажи нам, пожалуйста, условия теоремы Паскаля и Прианшона. У нас есть шесть точек на конике. Пока что на окружности. Хорошо. Да, и... Нарисуй их как-нибудь. Рисуй к нему. Рисуй к нему. Рисуй к нему. Рисуй к нему. Еще почетни-почетни. Окей, вот. Например, пересечение прямых АЕ, ФД, ДБЦА и ЦФЕБ не подлежать на одной прямой. Да. Вообще, в принципе, терема Паскалитра стоит такой. Если у нас есть шестиугольник А, Б, Ц, Д, Е, Ф, и вот это его вершина, причем можно писать в каком угодно порядке, то выполняется следующее. Пересечение прямых вот этой прямой с вот этой прямой. Вот этой прямой с вот этой прямой. И вот этой прямой с вот этой прямой. Лежат все три точки, лежат на одной прямой. То есть пересечение противоположных сторон, пар противоположных сторон лежат на одной прямой. Причем забавный факт в том, что можно писать теорему Паскаля не только для шестиугольника, а и для выраженного случая. Если, например, у нас есть четырехугольник АВЦД, можно написать теорему Паскаля, например, для шестиугольника ААВЦДД. В таком случае, когда мы, например, смотрим на прямую АА, это будет касательная в точке А. Прямая ДД касательная в точке Д. Ну и, соответственно, прямые АВЦ, ВДЦ и так далее, и понятно что. Вот, собственно, это утверждение теоремы Паскаля. Теперь, кто знает теорему Прианшона? Расскажи. Ты же знаешь теорему Прианшона. Давайте возьмем описанный шестокутник. Да. Возьмем описанный шестокутник. Распределяю. Вот. Тоди возьмем точку Прианшона на продолженных сторонах. Так. Тоди возьмем точку Прианшона на продолженных стороне шестокутника. Так. Тоди возьмем точку Прианшона на продолженных сторонах. То есть точки перетину трех диагоналей, которые получают противорожные вершины, все эти три отриски перетираются в одной точке. Это теорема Прианшона. Вот. И, на самом деле, эти две теоремы равносильные. То есть, если мы знаем одну, то другая – это то же самое. Окей. Чему? Давайте сделаем полюсополяры относительно этого кола. Что мы получаем? У нас точка А, она лежит на коле. Видно, она перейдет в дотичную. Тому ось тут была наша точка А. Ось це стало А'. Так. Так само точки Б – це ДЕФ. Б' – С' – Д' – Е' – Е' – Е'. Вот. Ну и, в соответствии, стороны описанного шестикутника – это те, что перейшли вершины вписанного шестикутника. Что теперь сталося с точками перетину противоположных сторон? У нас точка Е перейшла в прямую. В ось цю прямую. Точка Ф перейшла в ось цю прямую. Відповідно, сторона ЕФ перейшла в їх перетин, в ось цю точку. Аналогично, протилежно Е й БЦ перейшла в ось цю точку. І, відповідно, точка перетину ФЕ з БЦ перейшла в ось цю прямую. Таким же чином отримали, що у нас точки перетину – протилежних сторон ось цих двох, а БТЄД перейшла в ось цю прямую. І, так само, точка перетину ось цих двох сторон перейшла в ось цю прямую. Відповідно, виходить, що ось ці три прямі перетинаються в одній точці. Це те саме, що їх три фокуси лежать на одній прямій. А їх фокуси – це і є ці три точки перетину протилежних сторін. Отже, теоріан Паскалі та Пряншона рівносильні. Зрозуміло, чому? Треба повторити, як ми отримали з ось цього малюнка, ось цей, і чому твердження рівносильні. Взагалі там? А, будь краще, повторити. Окей. Повторити, як ми отримали цей малюнок. Давайте зробимо полісополярне перетворення ось того кола, яке нам подано в умові. Райніше всіх тих точок, які нам подані в умові. Коли ми робимо полісополярне перетворення, у нас точка А переходить в дотичну в точці А. Зрозуміло, чому? Так. Це виходить, ось ця пряма виходить, це А маленьке, це поляра точки А. Ну, насправді, це все відбувається на цьому малюнку, просто не хочу все разом малювати, бо тоді не зрозуміло буде. Це поляра точки А. Відповідно, подивимось, коли перейшла точка Б. Точка Б перейшла в дотичну в точці Б. Отже, це поляра точки Б. Так само це поляра точки С. Ось поляра точки Д. Поляра точки Е. І поляра точки Ф. От, тепер що нам бодне в умові? Нам сказано, що точки перетину там чогось АБ з ЄД, це щось там. Нехай це там Х. Потім БЦ з ФЄ, це ЄД. І там ДЄ з АФ, це З. Тоді давайте подивимось, куди пройшли точки Х, ЄД. Давайте спершу розберемося з точкою Х. Щоб знайти, куди пройшла точка Х, нам треба знайти, куди пройшли прямі АБ та пряма ЄД. Точка А перейшла в пряму А, ось цю. Точка Б перейшла в пряму Б, ось цю. Тоді пряма АБ перейшла в точку перетину цих двох прямих. Полюс прямої Б, він має лежати на прямі А і має лежати на прямі Б. Вірніше, полюс прямої АБ, він містить полюс прямої А маленьке, він лежить на полярі А і лежить на полярі Б, тому що Б лежить на цій прямій і А лежить на цій прямій. Єдина така точка, яка лежить на полярі А і лежить на полярі Б, це їх перетин. Тому ця точка – це полюс прямої АБ. Сразумело, чему вся точка – это полюс прямой АВ? Вот так. Супер. Витпоидно так само. У нас есть точка ЕД, и прямая ЕД имеет полюс… Спершу Е, потом Ф. Витпоидно полюс прямой ЕД – это таким самым принципом ложить на прямой Е и ложить на прямой Д. Сори, ось прямая Д и ось прямая Е. Витпоидно ось С – полюс прямой ДЕ. Тоді у що перешла точка Х? Вона лежить на прямой АВ и лежить на прямой ЕД. Тоді її поляра має проходити через полюс прямой АВ и через полюс прямой ДЕ. Тобто вона має сполучати ці дві точки. Тоді виходить, що ось це точка Х, а ось ця пряма – це поляра точки Х. Зрозуміло, чому ця діагональ – це поляра точки Х? Так. Добре, тоді таким самим чином виходить, що ось ця діагональ – це поляра точки У і ось ця діагональ – це поляра точки З. Тепер згадуємо, що в нас було. Ми знаємо, що три точки лежать на одній прямій. Тоді і тільки тоді, коли їх поляри перетинаються в одній точці. Ну, відповідно чому? Тому що ця точка – це буде полюс оцієї прямої. От, у нас терема паскалі стверджує, що точка Х, Й, З лежать на одній прямій. Терема пряншуна стверджує, що прямій Х, Й, З, тобто поляра точка Х, Й, З, перетинаються в одній точці. Ну, це дійсно рівносильне твердження, тому що в нас є ося вправа про те, що три точки лежать на одній прямій, тоді і тільки тоді, коли їх поляри протинаються в одній точці. От ми отримали, що три діагоналі протинаються в одній точці, тоді і тільки тоді, коли ці три точки лежать на одній прямій. Дякую, так все зрозуміло. Супер. Є ще питання? Окей, ну і в іншу сторону так само, відповідно з тої причини, що в нас поліси полярне перетворення, типу, якщо ми повторимо поліси полярне перетворення, ми отримуємо передню картинку. Ну, і таким чином ми можемо звідси отримати що. З цієї задачі ми отримуємо цю. Добре, якщо питань немає, то давайте зараз зробимо таку задачу. Задача 1.11. Вона більш показова, мені здається. І так, така здача. Трикутник АВЦ впись на коло з центром І. І також в цьому трикутнику. Пусть на коло з центром І. І ще заткається сторін в точках А1, В1, С1. Прямя А1, С1 протиная прямого В в точці П. Тобто відповідно ось така пряма. Прямя А1, С1. От себе. Це центр І. І нас просять довести, що ось такі дві прямі перпендикулярні. Це в точку дотику. Це в інцентр. І розв'язуємо здачу. Коли зробили, піднімаєте руку. І робите наступну або передню, яка більше подобається. Дякую. 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 Продолжение следует... 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 Понятно, как это получается по лесополярами? Надо повторить какую-то часть или все решение? Окей. Все все поняли и все могут повторить? Поднимите руку, те, кто поняли и могут повторить. Окей. Супер. Симметричная точка. Надо повторить этот решение или нет? Окей. Видимо, нет. Окей. Хорошо. Тогда давайте сделаем еще какую-то задачу. Давайте сделаем 1.12. Очень крутая задача, по-моему. В пыльце на колу трикутника АБЦ деткается стрин АБЦ ТАБ. В точках... Окей. Те, кто подняли руки, вы уже знали эту задачу, да? Или сегодня решили? Или вы не опустили? Наверное, не опустили. Хорошо. Собственная задача. Вот у нас есть вписанная окружность. В треугольник. Касается сторон, бла-бла-бла, и ИА, центры и центры вне вписанной окружности, которые касаются стороны БЦ. Средняя точка пересекает в ТЕ. Докажите, что строкольник вписанной. Что у нас есть? У нас есть вот еще окружность, которая касается вне вписанной окружности. Какая-то огромная вне вписанная окружность. В целом, неважно. Будем считать, что вот это ее центр. Вот это вот ее центр. В этом треугольнике провели среднюю линию. Которая параллельна стороне БЦ. До средней линии пересекла окружность в точках Д и Е. Д и Е. Теперь надо доказать, что точки И, Д, Е и А лежат на одной окружности. Что получилось? Кто решил, поднимайте руку. Кто решил, поднимайте руку. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...